В Самаре специалисты городского хозяйства продолжают подключать отопление в жилищном и социальном фондах. В соцсфере процесс уже выходит на финишную прямую. Тепло подали в 97,5% учреждений. К сегодняшнему дню с пуском тепла в жилые дома самарцев специалисты справились уже на 78%. Актуальные сезонные задачи разбирали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Он отметил, что доделать работу нужно как можно оперативнее, ведь на следующей неделе уже прогнозируется похолодание. Мы сейчас точечно выверяем все адреса, которые не подключены. В первую очередь мы подключаем дома. Там, где есть объекты социальной сферы, встроенные помещения, но это небольшие детские сады, это есть отделение поликлиники какой-то, либо там подростковые клубы и тому подобное. Вот эта вот сейчас работа проводится именно точечно для того, чтобы включить эти объекты все. Чтобы мягко, будем говорить, войти без жалоб по отопительному сезону. За благовременной подготовке к отопительному сезону и его официальному старту уделено повышенное внимание. Напомню, что в Самаре с 25 сентября началась постепенная подача теплоносителя в жилищный фонд, а за неделю до этого тепло начали подавать в больницы, дома ребенка, детские сады, школы и организации, где люди пребывают большую часть времени или круглосуточно. Владимир Василенко в очередной раз напомнил специалистам профильных служб о необходимости оперативной обработки обращений граждан. По словам первого вице-мэра, обращений мало. По состоянию наутро зарегистрировали 9. Все они незамедлительно взяты в отработку. В связи с технологическими особенностями процесс подключения к теплоисточникам не одномоментный и занимает около двух недель. Нарастить темпы поручено в советском и железнодорожном районах. Планируется, что к концу недели заработает и горячая линия, куда жители смогут обратиться с вопросами о подключении отопления. О точной дате мэрия сообщит дополнительно.